здравствуйте я дмитрий дрофимов и вы на моем канале а сегодня мы поговорим с вами о состоянии ранее уже снимал видео про эту тему а именно о состоянии во время общения и сегодня мы поговорим а еще об одном состоянии которое вы можете включать в начале общения и состояние называется как я рад тебя видеть как это состояние включать допустим вы должны встретиться опять же может быть с девушкой мы с ней договорились о встрече может быть это начальник может быть это друг может быть это знакомый неважно главное что вы с ним встречаетесь и вот вы его ждете ждете например на улице может быть в кафе может быть каком-то другом общественном месте в автомобиле неважно важно что в тот момент когда вы увидели его в поле видимости и вы увидели что он вас увидел это очень важно чтобы он вас увидел и в этот момент вы включаете это состояние состояние плюс ваше поведение окей состояние ничем почти не отличается от состояния здравствуй мой старый друг ссылка только что появилась на это видео посмотрите здесь тоже самое вы очень рады его видеть вы включаете именно состояние что вы очень рады его видеть и далее вы включаете у себя поведение первое это ваша улыбка второе улыбайтесь не только уголками губ но и вашими глазами сделайте немного прищур и улыбнитесь разведите руки в стороны дал чтобы ваши ладони было видно немного приподнимите брови на доли секунды может быть на пол секунды может быть на секунду то есть это не нужно делать слишком долго быстро подняли брови и вернули обратно и ваш тон голоса да что вы рады видеть человека неважно с какой фразы вы начнете с какого слова вы начнете суть что вы своим тоном голоса очень рады его видеть окей давайте еще раз все вместе подытожим вы включаете у себя состояние я так рад тебя видеть одновременно с этим вы поднимаете брови совсем чуть-чуть на доли секунды разводите руки в стороны показываете ваши ладошки и ваш тон голоса передаете ваше состояние если у вас бровями не получается можете брови не включать тогда руки ваша мимика лица да ваша улыбка ваши глаза что вы рады и глазами в том числе ваш тон голоса и разводите руки в сторону окей подводные камни или правила которые нужно соблюдать при этом состоянии первое правило вы должны увидеть что вас увидел собеседник и только тогда включаете это состояние и свое поведение второе правило вы можете применить это когда прощаетесь человеком вы можете его приобнять и опять же включить все тоже самое что я вам сейчас перечислил то есть это еще может сделать и в конце третье если вы видите что настроение у человека не очень хорошее это не имеет значения суть 1 что вы своим состоянием показываете что вы рады его видеть по правилам все и как это сработает в итоге если вы периодично или часто всегда будете при встрече с человеком показывать ему и включать свое состояние, что вы рады его видеть, в какой-то момент он будет это предвкушать, состояние, когда хочет увидеться с вами. То есть он думает, окей, что мне чем сегодня заняться? Точно, я сейчас хочу пообщаться с Михаилом, договорюсь с ним о встрече. И в этот момент у него включается быстрый моментальный ассоциативный ряд, приятная кайфушечка, потому что вы как раз эту кайфушечку и создали, когда показывали, демонстрировали состояние, так я рад тебя видеть. И такие кайфушечки, да, они копятся, постепенно, постепенно копятся, их становится больше, и он еще, может быть, чаще хочет вас увидеть, или, может быть, вы хотите увидеть этого человека, и он, конечно же, все какие-то дела свои важные оставит и договорится с вами о встрече, потому что вы для него очень ценен. Он даже не будет анализировать, почему ценен, он просто получает от этого удовольствие. И последний нюанс, который тоже важен, это не обман, да, запомните, все, что я вам сейчас даю по состояниям, это не обман, вы действительно вызываете у себя состояние, что вы рады этого человека видеть. Даже если вы искусственно вызвали у себя состояние, оно настоящее, никаких манипуляций, мы не работаем с манипуляциями, мы вызываем кайфушечки у человека, ему приятно, и он это состояние приятности также передает вам. Мы взаимодействуем 50 на 50, как принцип пинг-понга, помните это видео? Посмотрите, как нужно общаться с людьми, ссылка только что появилась. Поэтому никаких манипуляций, никаких там псевдо-карнеги, мы только за натурал. И на сегодня все. Надеюсь, это видео вам пригодилось, надеюсь, эти наработки вам пригодились. Запишите конспект и начните уже применять сегодня. Потренируйтесь перед зеркалом, потренируйтесь на своих близких, на котиках потренируйтесь, и после этого уже можете свободно применять это со своими знакомыми, близкими, родными, с кем угодно. Применяйте, и вы увидите, что это работает. И напоминаю, что нужно подписаться на мой канал, если вы хотите еще больше крутых, классных тем по состоянию, в том числе ставьте лайк, пишите комментарии, задавайте вопросы, поделитесь своим впечатлением, как вам это видео, понравилось, не понравилось, а что понравилось, особенно что понравилось, тоже напишите. И также у меня есть паблик, зайдите, посмотрите, там тоже клевая разная информация. У меня есть телеграм-канал и моя личная страница. В общем, я жду вас на огонек. Заходите и пока-пока. Я так рад вас видеть, ребята. Как здорово, что вы сегодня пришли ко мне. Дайте вас, я обниму мои чебурашечки. Пока-пока.